Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей в студии. Инга Габешия и в начале коротко о некоторых темах выпуска. Капсулу времени заложили в Сочи в честь годовщины Олимпиады. Послание потомкам сочинцы смогут прочесть лишь через 20 лет. А на Красной Поляне состоялся спуск горнолыжников с флагами стран-участниц зимних игр. Бесплатно и два раза в день. Учащихся с ограниченными возможностями здоровья в сочинских школах обеспечат двухразовым питанием. Город на эти цели выделил более 17 миллионов рублей. Известная сказка в новом прочтении. В Сочи состоялась премьера оперы по щучьему велению по дореволюционному образцу. К тому же зрители впервые увидели и услышали звуки древнего инструмента. Лыжня Кубани собрала в Сочи лыжников-любителей и профессионалов. Участники преодолели дистанции в 5 и 10 километров. Возглавил массовый старт министр спорта Краснодарского края. Капсулу времени с посланием потомкам заложили в Сочи в честь пятилетия зимних игр. Церемония прошла на площади флага возле Олимпийских колец. А в горах Красной Поляны провели зрелищный массовый спуск инструкторов по горнолыжному спорту. Чем был необычен этот спуск и что было написано в послании потомкам в капсуле времени, расскажет Ольга Десятого. Они танцуют и радуются так же, как и в 2014-м. Несмотря на прохладную и дождливую погоду, на площади флага десятки людей. Большинство из них – волонтеры, которые продолжают быть частью добровольческого движения и через пять лет после игр. На площади флага сочинцы собрались для того, чтобы заложить капсулу времени с посланием потомкам. Емкость с письмом будущим поколениям заложили возле Олимпийских колец. В памятном мероприятии участвовали и прославленные спортсмены – фигуристы Наталья Забияка и Александр Энберт. Мы часто бываем в Сочи на сборах, но все равно именно приехать сюда на такой праздник, стать частью чего-то такого необычного – это было очень здорово. Да, стать частью закладки капсулу времени – это вообще мы это делаем впервые. Это действительно очень классно, что через много лет кто-то ее достанет, прочитает что-то. Это здорово. Что написано в послании и кто его писал, осталось тайной. Ее раскроют ровно через 20 лет. Капсулу завещали вскрыть в 2039-м. Зимние игры 2014, безусловно, стали самым ярким событием в истории Сочи. Событием, благодаря которому курорт получил вторую жизнь. Эксперты посчитали, если бы не Олимпийские игры, для того, чтобы построить все объекты и инфраструктуру самостоятельно, городу понадобилось бы больше 50 лет. Благодаря подготовке к Олимпийским играм мы не то что получили новый город, мы получили новые возможности. Именно благодаря той инфраструктуре, которая была построена к Олимпийским играм, и той дорожной логистике, которая была построена, тем новым отелям, гостиницам и спортивным базам мы стали совсем другим курортом. Во-первых, мы стали работать круглый год. Во-вторых, мы увеличили почти вдвое количество туристов, которые приезжают к нам. Ну а самое главное – качество услуг. Ведь качество услуг стало значительно лучше. И сегодня многие-многие россияне и европейцы выбирают для отдыха город Сочи. А в Красной Поляне накануне отмечали не только пятилетие и игрной день зимних видов спорта. Кстати, учредили его в стране тоже в честь прошедшей на курорте Олимпиады. Да и появились горнолыжные курорты в Сочи тоже благодаря ей. В этот день подъем на канатной дороге на отметку 960 метров был бесплатным. В горах праздник отметили около двух с половиной тысяч гостей и жителей Сочи. Мы это помним. В Олимпиаду это было столько радости, счастья. Ну, это было просто бомба. Мы посещали практически все мероприятия. Мы были везде. Мы были и на лыжни, и в Олимпийском парке. Мы все видели. Поэтому для нас сегодняшний праздник – это чудо. Это был такой праздник. Радовался весь мир. Мы ехали с финнами рядышком в одном – это самое. Люди счастливые. Самым ярким событием праздника в горах стал массовый спуск инструкторов по горнолыжному спорту. Все они держали в руках флаги тех стран, которые пять лет назад участвовали в зимних Олимпийских играх в Сочи. Для Сочи Олимпиада стала, наверное, той точкой, когда город полностью изменился. Он полностью изменился не только потому, что появилась новая инфраструктура. Сейчас в Сочи, наверное, культивируются такие экзотические виды спорта, о которых раньше не думали. То есть сноуборд, фристайл, хоккей, керлинг. Самое главное наследие игр – все объекты, которые были построены пять лет назад, продолжают работать. Стадионы и арены принимают спортивные, культурные и политические события международного масштаба. Горнолыжные курорты – любители покататься со всего мира. Одним словом, город через пять лет после игр продолжает жить с такой же насыщенной жизнью и уверенно смотрит в будущее. Бесплатно и два раза в день решением депутатов городского собрания в Сочи. В сочинских школах, учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечат двухразовым питанием. Программа льготного питания в школах Сочи заработала в рамках социальной поддержки школьников. Город выделил более 17 миллионов рублей. Эти средства пойдут на питание детей с ограниченными возможностями здоровья. Например, в шестой гимназии таких ребят 38. В соответствии с законодательством Российской Федерации существует несколько форм обучения детей с УВЗ. Одна из форм – это инклюзивное образование. Инклюзивное образование позволяет детям с особыми возможностями здоровья обучаться в обычных классах. Поэтому дети, они находятся вместе со своими сверстниками, научатся по адаптированной программе. Инклюзивное образование в шестой гимназии реализуется с прошлого года, когда учебное заведение получило статус «Муниципальные инновационные площадки». Теперь вот бесплатное питание – так, необходимое школьникам с УВЗ. Кстати, двое ребят на домашнем обучении. Им, тем не менее, тоже положено питание, поэтому родителям выдают продукты «Сухой паек». В соответствии с этими нормами и рекомендуемыми продуктами мы подготовили такой набор, в который входят и мясные продукты, рыбные, куриные, овощи, овощной набор, крупы, макароны, масло, свежие фрукты, сухофрукты и кондитерские изделия зефир. Конечно, родители благодарны за такую социальную поддержку. Для всех детей, безусловно, очень важен комфорт – психологический, физический, даже во время образовательного процесса. Поэтому для них вопрос питания своевременного, они очень быстро истощаются, дети такие. Поэтому для них вопрос своевременного питания очень актуален. А если учитывать, что некоторые дети ездят из других районов города, то для них этот вопрос вдвойне актуален. Бесплатным двухразовым питанием в Сочи обеспечено теперь 605 школьников. Сухой паек получает 164 ребенка. Также льготным питанием с компенсацией с бюджета обеспечены 8482 учащихся. Это ребята из многодетных семей, малообеспеченные, учащиеся с инвалидностью, а также опекаемые дети. Елена Авсецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». На Всесвятском кладбище создадут мемориальный комплекс «Расстрельный угол». В Краевой столице обсудили сохранение обелисков и монументов военной истории. Глава региона отметил, что кладбище в центре Краевой столицы – знаковое место. В прошлом году там установили поклонный крест казакам, расстрелянным в гражданскую войну. Прошла там и церемония, посвященная Дню памяти жертв массовых репрессий казачества. Реконструкцию мемориального комплекса «Расстрельный угол» обсудили во время Краевого совещания, провел его губернатор Вениамин Кондратьев. По ком звонит колокол, точно знают Василий Аманатиде. Для него это не риторический вопрос. Мужчины часто приходят к этому небольшому монументу на Всесвятском кладбище возложить цветы или просто подумать. Скромный лаконичный памятник символизирует боль, страдания и смерть 6000 этнических греков. Волна сталинских репрессий конца 30-х годов не прошла мимо и его семьи. Оба деда были расстреляны, а родители сосланы в Казахстан. Очень тяжело вспоминать про эти годы. Дело в том, что родители боялись нам рассказывать детям, как мы оказались в Казахстане, как мы вообще жили, существовали на той земле. Это, конечно, очень тяжело смотреть на то, как невинные люди, репрессированные, были в принципе ни за что. На небольшой площадке, буквально в паре метрах друг от друга, как в противовес истории, мирно соседствуют мемориалы, посвященные репрессированным. Это белогвардейцы и казаки, сражавшиеся за оба политических движения. При жизни многие не нашли мирного пути, но смерть объединила. Здесь захоронены 128 человек, погибшие во время большого террора, сталинских преследований 1937-1938 годов. Здесь вот таких расстрельных рвов очень мало. Вот это, наверное, самое большое было захоронение найденное. Во-первых, то есть, как бы, большевики очень хорошо захоронения маскировали. А во-вторых, в середине 30-х годов Краснодарский край, Краснодар не был главным городом Краснодарского края. Краснодарский край входил в Азово-Черноморскую область, и главным городом был Ростов. И приговоренных к смерти больше возили туда, то есть расстреливали там. Поэтому у нас таких захоронений, найденных, во всяком случае, немного. По закону, чтобы памятник истории был внесен в рейсер объектов культурного наследия с момента события, которому он посвящен, должно пройти не менее 40 лет. Всего на территории региона таких объектов больше 17 тысяч. Правда, 15 из них – это археологические находки. Но есть в крае и такие места, куда люди приходят поклониться и возложить святым. Только там нет монументов и обелисков. Хотя есть память и традиции. Губернатор Вениамин Кондратьев призвал глав районов идти навстречу людям и помогать восстанавливать историческую справедливость. В различных муниципальных образованиях по-разному. Но периодически я слышу о том, что просят обратить внимание на то или иное место. Просят. И считают, что якобы еще там прадед или дед рассказывал, что вот здесь кого-то или расстреляли, либо вот здесь что-то произошло. А сегодня там непонятно что. Вот это неправильный подход. Если уже есть тропа народная, она протоптана к тому или иному месту, тогда возьмите еще раз, пересмотрите. Если уже люди тропу протоптали к этому месту, тогда увенчайте его либо обелиском, либо памятником, либо монументом. Расстрельный угол на Всесвятском кладбище – это знаковое место. В памятные даты сюда приходят сотни людей. Поэтому мемориальному комплексу необходим образцовый вид. А главное, для удобства горожан там должны сделать отдельный вход со стороны улицы Аэродромный. А также создать единую архитектурную композицию. Сейчас план на стадии разработки. Многие живут с этой несправедливостью, что отца расстреляли. И нет даже мемориала, где можно цветы принести. Так и сделайте это. Место примирения белых и красных, по крайней мере, местом примирения их потомков сделайте. В чем проблема? Такое место должно быть, где будут приходить и одних, которых расстреляли, и других, которых расстреляли. Потомки будут приходить. И приносить цветы к одному монументу. Сейчас исторические споры стали немного утихать. По всей стране восстанавливают обелиски и памятники жертвам гражданской войны. Возводят новые монументы в честь погибших от волны белого, красного и зеленого террора. По мнению создателей архитектурных комплексов, возможно, так удастся поставить точку в братоубийственном конфликте прошлого. К нам поступают обращения по поводу изменения надписей на мемориальных досках на разных объектах культурного наследия, которые касаются или белогвардейцев, или красных, или вот об этих вопросах. И мы всегда говорим о том, что мы понимаем, что сейчас, может быть, изменилось отношение. Мы идем к примирению. У нас нет такого конфликта сейчас в стране. Но, тем не менее, мы должны ставить историческую табличку, потому что она именно та, которая была, аутентичная, исторически ценная. Мы можем рядом установить другую поясняющую, но все-таки основная характеристика объекта культурного наследия – это его историческая ценность. Мемориальный расстрельный угол в Краснодаре уже объединил потомков большого террора. И как минимум один раз в год они встречаются вместе. 30 октября проходит всероссийская акция «Колокол памяти» в честь жертв политических репрессий. И все пришедшие туда понимают, что у России одна история, одна боль и одно будущее, в котором больше нет конфликтов прошлого. Элина Касамова, Алина Сорокина, Виктор Чаусов, Алексей Комаров, День с перец, Кубань-24, Краснодар. К новостям вернемся после прогноза о погоде и короткой рекламы. Не переключайтесь. 12 февраля в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9. Днем 12, 14 градусов выше нуля. Завтраки, обеды и ужины в кафе «Кось-Кось». Уютно как дома, вкусно как у бабушки. Лучшее блюдо кубанской кухни. «Кось-Кось» напротив главпочтамта Воровского, 4. Чтобы были сытыми и здоровыми, в центре Сочи открылось новое кафе. Жареный карп, холодец, вареники. Кафе кубанской кухни «Кось-Кось». Воровского, 4. Вкусно как дома. Сочинская ТЭС увеличила выработку тепловой энергии. По итогам прошедшего года предприятию удалось повысить отпуск тепловой энергии на 56%. А это значит, что свет и тепло в домах сочинцев стали поступать еще более стабильно и качественно. Об итогах производительной деятельности одного из ключевых объектов энергетики курорта сегодня журналистам рассказал директор Сочинской ТЭС Дмитрий Ворожеев. Сочинская ТЭС помимо электроснабжения обеспечивает потребителей центрального района города теплом и горячей водой. Тепло от станции стало поступать в дома жителей Сочи через 14-ю котельную три года назад. Каждый год система подачи тепла модернизировалась и улучшалась. В 2018-м Сочинская ТЭС провела масштабную работу по ремонту и наладке оборудования. В результате стали наращиваться объемы отпуска тепла. По сравнению с прошлым годом он повысился на 56%. Чем больше идет отпуск тепла, тем выше эффективность станции. Задача предприятия на следующий год – продолжать развитие тепловых сетей. Уже сейчас совместно с Сочи Теплоэнерго запускается новая теплосеть в микрорайон Раздольное. Кроме того, на станции был реализован проект по объединению всех четырех газодожимных компрессоров в один общий коллектор, что позволяет при снижении нагрузки на блоках один из компрессоров оставлять в резерве, тем самым экономить собственные электрические нужды станции. Основные задачи на 2019 год для нас – это провести наши плановые ремонты и подготовить станции к прохождению ОЗП 2019-2020. А также это дальнейшее развитие нашей тепловой сети для того, чтобы обеспечить теплом потребителей нового микрорайона Раздольное. Работы по запуску новой теплосети проводятся совместно с предприятием Сочи Теплоэнерго. Запустить ее в работу планируется в текущем отопительном сезоне. За прошлый год больше электроэнергии выработал еще один объект Интеррау электрогенерация в Краснодарском крае – Джубгинская ТЭС. Показатели увеличились на 10%. На станции также были проведены два крупных ремонта уникальных газотурбинных установок. Каждый год улучшается не только работа станции, но и сотрудников. Для персонала действуют программы по обучению и личностному росту. Городской праздник в честь Дня науки состоялся в Сочинском институте Российского университета дружбы народов. Там прошло не только заседание научной общественности города, но и открытие конкурсного сезона WorldSkills 2019 на чемпионате по профессиональному мастерству, задача которого – популяризация рабочих профессий. Студенты и эксперты института продемонстрировали гостям свое мастерство в различных компетенциях. Учебно-тренинговый центр Сочинского института РУДН – это специальная площадка, созданная с целью развития рабочих профессий согласно требованиям WorldSkills. Здесь студенты на практике изучают мировые стандарты и оттачивают свои профессиональные навыки. С ними занимаются мастера своего дела, такие как Татьяна Подгорна, Ольга Лежнева, сертифицированные эксперты Академии WorldSkills, чемпион мира по парикмахерскому искусству Любовь Падалкина и известный в Сочи ресторатор Наталья Плотникова. С 1 февраля вся страна открыла новый год развития совершенно нового проекта для России. Это профессиональные мировые игры для молодых профессионалов, студентов, преподавателей. В конце прошлого года из Москвы с победы вернулся Сергей Дрылих, студент отделения среднего профессионального образования Сочинского института РУДН. Он завоевал третье место в компетенции ресторанный сервис в финале второго национального межвузовского чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills. Конкурс длился два дня. То есть в первый день было именно обслуживание, я был официантом, а во втором дне были все остальные, то есть бариста и бармен. Я пришел, мне дали стол, сказали, вот это твой стол, твои гости. И я обслуживал их, филетировал рыбу, подавал им вино, белое, красное, красное декантировал. А на следующий день готовил кофе двух видов. Сочинский институт РУДН три года назад стал полноправным участником международного движения. Летом прошлого года в институте прошло масштабное событие – отборочный межвузовский открытый чемпионат по компетенции в ресторанный сервис и флористика. Профессионалы WorldSkills – это действительно очень интересное и очень развивающее направление. И сегодня в Российском университете дружбы народов это реализовано на высшем уровне. Мы знаем, что есть победители в том числе и международных уровней, есть призеры международных уровней. А вуз, в котором активно развивается среднее профессиональное образование, твердо стоит на позициях участия наших ребят в престижных международных конкурсах. Сейчас те студенты, кто уже прошел этап профессиональных соревнований, помогают в подготовке другим. Ну и задача Максимум, которая по плечу студентам сочинского института РУДН – попасть в состав национальной сборной WorldSkills Russia. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В Сочи возбуждено уголовное дело о краже Ливнева. К сумма ущерба от противоправной деятельности двух приезжих составила более 136 тысяч рублей. В Хостинском районе сотрудники полка ДПС остановили автомобиль марки «Хонда». При общении с водителем полицейский обратил внимание на его излишнюю нервозность. Подозрительно себя вел и пассажир. Было принято решение о проведении осмотра транспортного средства, в ходе которого в багажном отделении обнаружены 12 решеток ливневой канализации. Жители сопредельной республики в возрасте 25-27 лет доставили в отдел полиции. Сумма ущерба более 136 тысяч рублей. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу. В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Круизы на князе Владимире должны стартовать из Сочи в конце апреля. По сообщению компании-перевозчика «Черноморские круизы», лайнер в 2019 году начнет новый сезон 28 апреля, отправившись по маршруту Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь. Продаж билетов на тур уже стартовали, выкуплено около тысячи мест. Сейчас на судне завершаются ремонтные работы. Напомню, из-за многочисленных технических и организационных проблем «Князь Владимир» в 2018 году открыл навигацию лишь в августе, а не весной, как это было изначально запланировано. Сочи вошел в топ-3 комфортных аэропортов у туристов. Эксперты сервиса бронирования жилья провели опрос среди пользователей соцсетей. По результатам опроса twill.ru «Пулково» в Санкт-Петербурге россияне назвали самым комфортным для путешествий. За него проголосовали 26% опрошенных. Второе место в рейтинге заняла Москва. Третье место у аэропорта Сочи. За него удали голоса 21% респондентов. А еще Сочи вошел в тройку самых романтичных городов России. Аналитическое агентство «Турстат» представило топ-5 романтичных городов страны, популярных для путешествий на уикенд. Первое место заняла северная столица, набрав 60% голосов. На второй строчке – Сочи и Владивосток. Далее следует Казань, Москва и Екатеринбург. По данным «Турстат», романтический туризм России, включающий туры и самостоятельные путешествия вдвоем на выходные и праздничные дни, составляет более 5 миллионов поездок в год. И еще один интересный опрос, по результатам которого Сочи вошел в российский топ-3 по числу любителей фастфуда. Опрос проводился с целью выяснить степень популярности фастфуда. Всем задавались одни и те же вопросы. Употребляли ли вы сегодня еду из заведений фастфуда и собираетесь ли это сделать? Как выяснилось, наиболее популярна уличная еда у жителей Москвы и Краснодара. На третьем месте оказался Сочи. При этом наиболее популярными местами в данном случае жители столицы Краснодара назвали сетевые рестораны, а сочинцы – точки продажи шаурмы, пирожков и хинкальные. Известная сказка в новом прочтении. В Сочи состоялась премьера оперы «По щучьему велению». К слову, по дореволюционному образцу музыкальных спектаклей для детей представили артисты песенно-инструментального ансамбля «Кудрина». На премьере побывала наша съемочная группа. В зале органной и камерной музыки «Аншлаг». Чтобы вместить всех желающих послушать и посмотреть известную сказку «По щучьему велению» в необычном прочтении, в зале пришлось организовать дополнительные места. Это не просто спектакль, а опера – музыка известного кубанского композитора Владимира Чернявского. Он также написал мелодии к «Мухе-Цокотухе» и «Теремку». То, что еще отличает услышанное зрителями в органном зале от привычной сказки – это непереработанный текст. Это опера по дореволюционному образцу. Трудились над ней несколько месяцев. Артистам ансамбля «Кудрина» пришлось не просто освоить большой объем музыкального материала, но и серьезно поработать актерски. Год театра мы начинаем такой постановкой. И надеемся, что в течение года еще у нас будут интересные какие-то представления, потому что артистам очень нравится вот такая деятельность творческая, потому что песню играли, рассказывали. Популярный сегодня в Европе формат «Сими-стейдж». Мы использовали его, мы применили это в нашей работе. «Сими-стейдж» – это концертное исполнение оперы. Технические возможности нашего зала не позволяют использовать масштабные декорации. При этом нам очень хотелось сохранить камерный формат этого спектакля, для того, чтобы быть ближе к зрителям. А еще зрители оперы впервые увидели и услышали звуки древнего инструмента «билы». «Билы» называют плоскими колоколами. Его звучание тоже очень похоже на колокольный звон и отлично вписалось в атмосферу спектакля. Вот этот звук, он сакральный, он, в общем-то, божественный, но очень чистый, очень красивый, тембрально очень красивый, необычный. И я уже с кем только не играл, вплоть до того, что даже с Мариинским театром, понимаете, то есть мы играли одну пьесу с «Билами». Это было действительно бесподобно. Премьера оперы по щучьему велению прошла с большим успехом. Сочинской филармонии поделились, что готовы и дальше экспериментировать с формами и жанрами на радость публике. Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Ежегодная гонка «Лыжня Кубани» прошла в Сочи. Участие в массовых краевых соревнованиях приняли профессиональные спортсмены и лыжники-любители. Группа поддержки в деле. Разминка и разогревающий массаж – обязательный ритуал лыжников перед стартом. Если опытные спортсмены целиком нацелены на победу, то начинающие просто получают удовольствие от атмосферы соревнований. Мы представляем Каневский район. Каждый год приезжаем на «Лыжню Кубани». Мы стараемся этот вид спорта продвинуть. Хотя у нас снега нет, но мы активно стараемся принять участие. Фаворит гонки среди юношей не подвел член сборной Краснодарского края по лыжным гонкам Вячеслав Гридюшко в своей возрастной группе финишировал первым. Спортсмен не скрывает эмоций. На трассе комплекса «Лаура», где побеждали Легков и Берн Даллен, получить золотую медаль особенно приятно. В погодном условии повлияли немного на течение лыж. А так ощущение хорошее. Мне еще понравилось. Это было довольно легко. Погода действительно спутала карты организаторам и добавила интриги гонки. На трассу опустился туман, сильно ограничил видимости снег с дождем. Но никого такие неожиданные природные сюрпризы не испугали нам. А старт вышел и министр спорта Краснодарского края, в прошлом многократный чемпион мира по очеребиатлону Андрей Марков. Именно на этих лыжах он не раз выигрывал награды на первенствах планеты. Примечательно, что это лыжня, она 37-я по счету, лыжня России. И проходит юбилейный год, пять лет спустя, после Олимпийских игр, которые проходили здесь. Ну, я думаю, тот олимпийский запал, который у ребят сегодня возникнет, а он не может не возникнуть, потому что это все-таки олимпийские трассы, он все-таки им поможет. Лыжников, занявших призовые места, наградили медалями и дипломами Минспорта России, а победителям в каждой возрастной группе вручили кубки. Татьяна Говоркова, телекомпания «ФКТ». На этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – в Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе «ФКТ» ВКонтакте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти», макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.